Привет! Сегодня я поеду по делам по своему району, Невский район, на левый берег Невы и покажу вам Невский район, в котором я живу. Правда, я живу на правом берегу. Ну, покажу вам Петербург, как вы просили. Весна в Петербурге, всё начинает таять, и мы едем на трамвае. Итак, наше путешествие начинается с Дальневосточного проспекта, и я еду на другой берег реки, на левый берег Невы, чтобы сделать флюорографию, так как в нашей поликлинике что-то или сломалось, или не работает. В общем, теперь флюорографию делают на флюорографической станции, которая находится в другой поликлинике Невского района, номер 77. Это на метро Пролетарское. Там я в этой поликлинике тоже так же была пару раз, но добиралась на метро. А вот сегодня решила поехать на трамвае, так как, во-первых, это быстрее от моего дома. На метро мне около часа приходилось добираться, а на трамвае всего лишь 30 минут. Но поехала я не в ту сторону, к сожалению, что-то перепутала, и не на тот трамвай села, поэтому как бы дала круголя. Вот мы проезжаем Дальневосточный проспект, где находятся новостройки, и это примерно тот район, где я живу. И уже проезжая под железнодорожным мостом, мы выезжаем на Новочеркасский проспект, который я вам недавно показывала, прогуливаясь по зимнему Петербургу, где были сосульки, мусор, ну, в общем, все, что у нас накопилось со времен Нового года. Сугробище. Сейчас все это начинает таять, и, как вы видите, город еще грязный, то есть не почищенный после зимы, но так как вон все еще сугробы лежат, они, конечно же, черные от смога и от выхлопных газов машин, которых тут огромное количество. Но, по крайней мере, сегодня у нас светит солнышко, и я рада, что город наконец-то просыпается от зимней спячки. Скоро все улицы почистят, и деревья станут зеленые, и мы войдем в реальную такую хорошую полноценную весну. Я решила показывать вам Петербург, так как в ближайшее время навряд ли я куда-нибудь выйду из своей страны, из своего города, ну, может быть, по городам России поешу. Не знаю, как будут складываться дальше события, поживем-посмотрим. Пока же, вот смотрите, какие сугробы, которые я вам показывала, все никак не растают. А вот эти деревья недавно я видела подстригали и приводили в порядок. И мы продолжаем движение по Новочеркасскому проспекту. Трамвай, надо сказать, движется иногда быстрее, чем автомобили, так как у него своя выделенная линия, а вот автомобили с утра у нас тут часто стоят в пробке. Поэтому мы их вот так вот быстренько обгоняем. И вот такая вот погода, конечно, всегда дает мне больше сил, заряда энергии. И вот почему я любила Лондон, потому что там всегда было солнце в любой день. И независимо от того, что там были такие сплошные дожди, все равно утром либо вечером небо как-то расходилось, рассасывались облака, тучи, и проступало солнышко, и было синее небо. Вот эта, видимо, я не знаю, связь с космосом не нужна, потому что в Петербурге, допустим, очень редко бывают солнечные дни, особенно зимой. И я чувствую себя уставшей, без заряда, без солнечных батарей, так скажем. Кстати, видели, мы где-то проезжали на остановках, на некоторых трамвайных, у нас находятся солнечные батареи, заряжаются от солнца. Я, конечно, очень сильно удивилась, это я вот сейчас впервые увидела, что у нас тоже стоят солнечные батареи и впитывают солнечные лучи, чтобы, я не знаю, трамвайные пути обеспечивать или для чего. Ну так, для подзарядки, наверное. Ну вот мы выехали на станцию метро Новочеркасская, где такой достаточно насыщенный перекресток. Я помню, как я здесь на автомобиле всегда поворачивала, и надо было быть внимательным с трамвайными путями, потому что часто случаются аварии. И мы поворачиваем на мост Александра Невского, с пересечения которого начинается Невский проспект. Точнее, не начинается, а заканчивается. То есть это будет Старо-Невский, но мы на него сегодня не поедем, так как нам придется ехать немножечко обратно, в другую сторону, только по уже другой стороне Невы. На станцию метро, как я говорила, Пролетарская, именно там находится моя поликлиника. Но если жители Петербурга будут смотреть меня, конечно, они поймут, почему я поехала таким длинным путем, потому что я немножечко перепутала адрес. Мне надо было в поликлинику 77, а я поехала на Абуховскую оборону 77. То есть перепутала адрес и название поликлиники. А поликлиника находится на Абуховской обороне 261, поэтому мне пришлось немножечко походить, поискать по адресу, по которому я приехала в свою поликлинику. Потом я поняла, что что-то не то. Я посмотрела в GPS-навигаторе и нашла конкретно флюорографическую станцию, и она находилась рядом с поликлиникой 77, точнее, внутри нее, по адресу Абуховской обороны 261. Ну вот мы пересекаем Неву. Там вдалеке вы видите Смольный собор, если кто узнает. То есть вот где-то вот рядом с него и рядом уже практически с Невским проспектом достаточно быстро до него добраться. Вон он, Смольный собор виднеется. Я и живу. Наш район называется Невский район, но он никак не относится к Невскому проспекту. Ну, может быть, в связи с тем, что он как бы начинается тут, точнее, заканчивается по нумерации домов. Здесь уже будет там Невский и 150, и может быть, даже 90. А на другой стороне Невы вы видите гостиницу Москва. Легендарная наша гостиница, в которую в основном селятся все иностранцы. Я в ней была пару раз, когда работала в Доме творчества и проводила фестивали с иностранцами, с американцами. У нас был такой фестиваль, назывался Барбершоп. Это стиль исполнения песен и такой международный фестиваль. Я, конечно же, с русской группой занималась, но вот тут у нас в гостинице Москва был какой-то финальный гала-ужин или что-то такое, то есть внутри была буквально только в ресторане, так скажем. И вот теперь наш трамвай заворачивает на Синопскую набережную. На остановках, как вы видите, я не останавливалась, но вот на этой забыла выключить запись. И вы видите, как люди покидают трамвай и идут на работу. А мы едем под этот мост Александра Невского, который мы только что пересекли, заворачивая на Синопскую набережную. Тут, конечно, столпотворение, трафик. Вообще, выезд на набережную всегда сопутствует некая пробка, но быстренько рассасывается, и мы также заворачиваем вместе со всем потоком на набережной реки Нева в Санкт-Петербурге, 2022 год. Тут у нас настроены каких-то кафе, рестораны, новые какие-то здания. Я мало что знаю, так как отсутствовала в Петербурге более, около 9 лет. Вот это вот, там, виднеется купола. Это Александра Невская лавра. Здесь же находится знаменитое кладбище. Точнее, два кладбища. Это Лазаревское, на котором похоронены Тургенев, Ломоносов. И Тихвинское кладбище, где вы можете найти могилы Чайковского, Мусоргского, Жуковского и других известных деятелей культуры и искусств. Вообще, на этом кладбище я ни разу не была. Наверное, стоит сходить и поснимать, и вам показать, и самой узнать, и посмотреть, что же там находится. Эту лавру видно с моего балкона. Я вам уже много раз показывала виды с моего балкона. Это самая ближайшая достопримечательность, которая находится в моем поле зрения вообще всего Петербурга. Ну, вы помните, вид с балкона у меня просто шикарный. Видно и Лахта-центр, и Исаакиевский собор, и многое-многое другое. Вот мы едем по Синопской набережной. На этой стороне я вообще никогда не была, не знаю, что тут находится. Ну, вот мы сейчас будем пересекать, это что у нас, обводный канал, наверное. Да, набережная обводного канала. Вот видите, мужчина пересекает его пешочком. Тут же идет какая-то трасса поверху. Наверное, заезд на набережную. И вот такие вот дома, малые этажки, открываются нашим узором. Мы стоим на светофоре. И продолжаем движение. Смотрим, что же тут на этой стороне реки есть. Ну, какие-то дома. В основном, насколько я знаю, тут такая производственная, заводская зона. И, ну, есть много жилых домов. Вот такой вот постройки. Уж не помню я точно. Старинские это дома или Брежневки. Уже давно я когда-то работала в петербургской недвижимости. Изучала все типы этих зданий. Ну, хорошие такие, добротные здания. Они более цены, нежели сейчас вот эти наши муравейники. И обычные типовые квартиры. Ну вот, мы едем дальше. Смотрим, как живут другие люди. Какие здесь дома. Достаточно такие локальные дворики интересные. Но малолюдно. Видите, вообще людей нет. Вот какой-то есть парк. Посмотрела по карте. Он называется Сад имени 30-летия Октября. И мы вот этот вот железнодорожный мост, который тоже виден с моего балкона, мы его пересекаем. И едем вдоль сада. Достаточно большой, хороший, зеленый, массивный. Ну, как зеленый будет летом. Массивный такой парк. Вот такие вот здания, окна. Конечно, это все красиво. Невский, что это у нас, завод какой-то? Невский завод, да. По карте смотрю. Вот это вот, наверное, уже точно Сталинка. Такие массивные стены с такими красивыми окнами, с резными какими-то лепнилами. Это очень хорошее такое здание. И дальше вот начинаются всякие заводы. Это вот, это у нас пожарная станция. В общем, въезжаем в производственную зону. Не знаю, сложно сказать, хотела ли бы я жить вот на этом берегу, вот в этом районе. Мне все-таки мой нравится. Наверное, там, где уже прижился, там и хорошо. Это, опять же-таки, какой-то элеватор. Тоже увиден с моего балкона. Прямо напротив нас находится. Ну и вот я вышла. Около памятника Ленину. Наверное, это как раз-таки административная часть завода. Все еще лежат снега. Деревья пока не распустили свою листву. И как бы тут бы я погуляла и села вот на другой трамвай доехать уже на правильное место моего назначения. Обуховская оборона 261. Машину какую-то на эскалаторе побитую и обгоревшую провезли. И мы едем дальше. Окна, окна, окна. Много окон. Окон. Много окон. Машины и вот какие-то здания. Я даже не знаю, что это. В общем, так еще напоминает Советский Союз. С тех времен все эти здания. Солнышко отражается в окнах. И вот там какая-то водонапорная станция, наверное. Даже не знаю, кто это. Надо посмотреть по карте. Скверт Дослав, судя по карте, мы проехали. И сад-фонтанчик. Не знаю. Вот написано отель. В общем, какие-то такие старинные здания за заборами. Производственно-складские помещения. Левушки красивые. Приезжаем мимо. А вот и культурный центр. Фролетарский. Вот с ним я когда-то работала. Ну, не в нем, а руководила всеми культурными центрами. Санкт-Петербурга в Доме народного творчества была заведующей отделом по развитию народного творчества. Едем дальше. Вообще, надо сказать, что многие культурные центры у нас принадлежат к какому-либо заводу. И там вот все коллективы участвуют. В различных ансамблях, танцевальных, хоровых. И мы организовывали разные фестивали по разным тематикам. Вот мы проезжаем парк. Вход в парк имени Бабушкина. Да, парк имени Бабушкина. Один из огромных парков Невского района. Здесь я тоже еще никогда не была. Но здесь часто проходят какие-то мероприятия городского масштаба. А по другую сторону вы видите, ну, наверное, это ресторан в виде рыбы металлической такой сделан. Я даже перевернула камеру на другую сторону, чтобы показать вам, какой шедевр поставили у нас на Неве. И дальше проезжаем административные здавни старинные, такие старого Петербурга, так скажем. И мы выезжаем, видим императорский фарфоровый завод, написано. Уж не знаю, находится ли здесь сам завод. Но я знаю, что здесь находится музей императорского фарфорового завода, в котором я тоже еще не была. Вообще на этой стороне реки, вообще вот в этом месте Невского района, я была очень мало. Наверное, раза два или три. За Володарским мостом, к которому мы сейчас выезжаем. На данный момент проезжаем администрацию Невского района. Видите, наверху Триколор. То есть это вот административное здание, которое управляет всем нашим районом. Кстати, позже я узнала, что именно в этот день, когда я поехала в путешествие по Невскому району, мой район отмечал свой юбилей. Ему исполнилось 105 лет. И подъезжаем к Володарскому мосту, по которому я периодически ездила на машине. Куда-то мне надо было тоже по недвижимости, в аэропорт иногда этим путем ездила. Тут вот убирают снег, дворники, целые машины приехали. Потому что у нас в этом году очень много снега насыпало. Никогда такого не было за последние десятилетия. Всегда буквально там чуть-чуть посыпут и все. И в этом году, конечно, службы не справлялись с уборкой снега. И вот сейчас все это заледенело. И как-то надо его выскребать. Ну, а дальше мы проезжаем тоже какой-то огромный парк. Сейчас посмотрю. Ой, это вообще очень большой парк. Называется Куракина дача. Надо будет сюда прийти с Челсиком погулять, приехать. Очень большие просторы такие. Обалденно, наверное, красиво летом. Ну что ж, если никуда летом не выезжаем, значит поедем гулять по Петербургу. Буду показывать вам другой город. Не Лондон, а Санкт-Петербург. Ну, посмотрим, как все сложится. Вся эта ситуация с военной операцией в Украине. Ну и вот мы проезжаем. Тоже мне очень понравилось интересное здание с какими-то такими прямоугольными дырками, где там огромные витражи внутри. Жилое здание. Но, что мне не понравилось, проходит рядом, очень близко вот это вот электромагнитные линии. Вообще, по нормам, вот насколько я помню, когда занималась недвижимостью, это, ну не знаю, построили здание прямо очень близко к линиям электропередач, что, конечно же, будет сказываться на здоровье тех жителей, которые живут в этом доме. Ну, ладно, едем дальше. Уже по левому берегу Невы. И вот вы видите Невский район. Там вот у нас теплоэлектростанции уже находятся на выезде из города. Хотя это раньше был выезд, а сейчас там опять же-таки застраивается и пробивается городская черта. Ну, тут вот находится уже рядом станция метро Пролетарская. И мы уже практически подъехали к моей поликлинике, где я вышла, сделала бюрографию и направилась обратно домой. Все так же проезжаем старинные, ну, как старинные, 50-х, 60-х годов застройку. Может быть, даже более ранние, сталинские, брежневские дома. Тут какая-то колокольня. Надо посмотреть, что это такое. Так, карта показывает мне, что это Троицкая церковь. Не знаю, никогда не была здесь. И мы как раз поворачиваем к ней. Можем полюбоваться ею с разных сторон. Вот Троицкая церковь остается позади. Опять же-таки мы увидим здания. Производственно-складские помещения, заводы. Много машин на стоянке. Видимо, тут работает, что написано. ОВД Российской Федерации. Наверное, Невского района. Заборы, заборы. Скорее всего, здесь уже много заводов не работает. И так же, как и на нашем правом береге, будет застраиваться многоэтажками. Здесь будут очень дорогие квартиры, так как на берегу Нилы. Ну вот, мы и приехали на Пролетарскую. Как вы можете заметить, в этот раз камера моего телефона не так трясется, потому что телефон я купила себе новый. Samsung S20. И главный параметр, по которому я выбирала свой новый телефон, это внутренняя стабилизация камеры. Ну вот и моя поликлиника. Мы к ней подъезжаем. Здесь я буквально там за 10 минут сдала анализ на флюорографию. Каждый год надо ее делать, проверять легкие. Тем более, после COVID-19 я переболела совсем недавно, в начале февраля. Впервые надо было посмотреть, все ли в порядке с моими легкими. Уж не знаю, покажет это или нет. И мы едем обратно на трамвай, уже прямом трамвае до моего района, номер 27. Опять же таки, проезжая станцию Пролетарская. С другой стороны проспекта Абуховской обороны вы видите Абуховский завод. И вот эти вот помещения, наверное, уже которые переформатировали под бизнес-центры, торговые центры, по крайней мере, по нижнему цокольному этажу. Я вижу много вывесок в различных магазинах. И вот она, станция метро Пролетарская, на которой я обычно выходила, чтобы добраться до этой поликлиники. Ну, а сегодня еду на трамвае, так как на трамвае путь оказался всего лишь 30 минут. До моего дома. А раньше мне только до метро надо было добежать 15 минут, на метро проехать минут 40 и опять же таки, от Пролетарской добежать еще минут 10. Ну да, около часа составлял мой маршрут. Сейчас, после Лондона, я очень люблю ездить городским наземным транспортом, часто использую автобусы и трамваи, потому что в окно можно смотреть, любоваться некими видами. Часто, когда едешь в центр, можно увидеть огромное количество достопримечательностей. А в метро? Ну, в метро я езжу только, когда мне надо на другой конец города. Кстати, скоро я поеду на Комендантский проспект, это самый север Санкт-Петербурга тоже буду снимать, а также на самый юг Санкт-Петербурга в Красносельский район на проспект Ветеранов. Тоже, когда съезжу, сниму, покажу, расскажу. К сожалению, кстати, оба эти района я плохо знаю, была там буквально тоже один-два раза. В основном я знаю центр и свой Невский район. Ну и вот мы выехали на берег реки Невы, вид с которого нам открывается на Володарский мост и на правый берег Невы Невского района. И вот вы видите два больших таких здания, свечки. Недавно в ВКонтакте я увидела, что их названия оказывается были раньше Витязь и Ярославна. Вот как-то так интересно назвали. Уж не знаю, какой из них Витязь, а какой Ярославна. Нева у нас уже очищается ото льда. Постоянно МЧС присылает СМС, что не выходите на лед. Не знаю, кто-то выходит ли зимой на лед. Всегда есть шанс провалиться в воду и замерзнуть. Это очень страшно. Я бы не рискнула. Ну и огромное количество чаек уже купается в Неве. А также с ними дерутся вороны. вот такие вот у нас виды. Вот такая вот у нас Нева. А здесь уже типовые застройки. 504 серия, 136. Санкт-Петербургский театр и мастерская. Вот так вот выглядит в принципе город Ленинград. Раньше выглядел. Ну, мало что изменилось. Но, кстати, многие здания в нашем районе красят сейчас в какой-то такой голубо-белые цвета. Тоже буду ходить по своему району. Веселый поселок он называется. То есть правобережный Невский район. почему-то называется Веселый поселок. Не знаю историю, но вот я живу вот там вот за этими новыми тоже многоэтажками. И все это называется Веселый поселок. Тоже покажу. Буду сейчас часто ходить по городу, снимать и показывать вам Санкт-Петербург. Ну, а пока мы едем дальше. Вот в этом районе мы с мамой тоже гуляли. Вот в этих разноцветных многоэтажках там просто решили пройтись, посмотреть, как это все выглядит. И может быть тоже сниму как-нибудь покажу вам. Далее мы заезжаем на Паладарский мост и проезжаем Императорский фарфоровый завод, который наверняка раньше был Ленинградский фарфоровый завод. если честно, точно не знаю именно этот или еще какой-то. Но раз Императорский а не Ленинградский теперь, то скорее всего этот. Где-то здесь находится станция метро Елизаровская, а мы поднимаемся все выше и выше и поворачиваем уже, чтобы переехать Неву и очутиться на правом берегу Невы. Кстати, Невский район это единственный район в Санкт-Петербурге, который располагается на обоих берегах Невы. Вот и сегодня мы с вами как раз таки едем и по правую и по левую сторону от главной артерии Санкт-Петербурга. А вот на администрации смотрите буква Z, которая написана своих не бросаем. Вот так вот администрация Невского района выражает солидарность военной операции в Украине. Тут у нас тоже огромное количество разных заводов, все еще пока действующие. Будем проезжать, покажу. У нас есть завод пивоваренья Хейникин. Не знаю, скорее всего он скоро закроется, если это не франшиза и если ему еще разрешат работать в России. Ну вот такой вот вид на него у нас очень красивый вот это вот рыба, которую я вам показывала и люди пересекают него по мосту, который называется Володарский мост. В принципе, вот сколько я помню с детства, вот такие вот постройки в городе Ленинград всегда были на нижних этажах различные универмаги, универсамы. Сейчас это вот эти продуктовые магазины, супермаркеты, магниты и так далее. И все, мы приехали на правый берег Невы и здесь уже начинается мой микрорайон, который я вам говорила, называется Веселый поселок. Вот так вот весело мы тут живем. Вообще раньше, насколько я помню, говорили, что веселый поселок был таким бандитским Петербургом. Очень много было здесь разбоя разного. Сейчас тихий, спокойный спальный район. Можно, наверное, сравнить с лондонским Стратфордом, когда до постройки олимпийских стадионов он был таким тоже разбойным районом восточного Лондона, а после проведения олимпиады стал таким полноценным уже можно сказать центральным районом Лондона. Смотрите, магазин называется Трик Стор. Трик это, наверное, трикотаж, но по-английски трик это шутка под шутить с таким с негативным значением, то есть подколоть. Трик Стор это магазин большой такой департмент Стор Трик Стор магазин приколов, подколов. Вот сейчас мы с Народной улицы стоим и ждем своего светофора, чтобы повернуть на Дальневосточный проспект, с которого мы и начинали наше путешествие. Вообще этот перекресток такой тоже очень сложный с трамвайными путями и с четырьмя или пятью полосами в каждую сторону с разных точек перекрестка. Очень много разных машин, видите, поворачивают и с той стороны, и с той стороны. Здесь я всегда, у меня всегда болела голова, как же повернуть, но потом привыкла на машине, когда ездила, и такие вот у нас голубые красивые автобусы появились, мне очень нравятся. И да, единственное, о чем я на этом перекрестке всегда помнила, это трамваи. Трамваи тут всегда в приоритете и надо поворачивать, пропускать их. Ну, вот мы повернули на Дальневосточный проспект, все еще такие советского типа постройки. Хрущевочки, 2, 3, 4, 5, или Брежневки, пятиэтажки. И здесь у нас находятся вот эти линии электропередач, и за ними сразу находится такой небольшой памятник погибшим воинам, мне он очень нравится, летят журавли, то есть вот эти вот солдаты, не вернувшиеся с войны, очень красивый памятник, всегда проезжаю и любуюсь им. Это Невское кладбище, а на другой стороне у нас находится Брестский парк. Здесь мы проезжаем колледж традиционной культуры и лицейскую гостиницу, и перед нами открывается большое производство пивоваренья под названием Хейниген. Именно здесь производят пиво, и очень часто у нас летом стоит такой запах, от которого даже невозможно заснуть. Говорят, что этот запах идет именно из-за этой пивоварни, но другие люди говорят, что это какие-то горят у нас торфянники. И сразу за этим заводом открывается уже огромное количество новостроек. Люди часто их называют человейники, от слова муравейник, потому что в них живет очень много, очень большое количество семей, людей. И все еще идет стройка. раньше здесь были производственные помещения, склады. Недавно у нас на том берегу, правда, горела Невская мануфактура, ее сейчас тоже будут застраивать вот такими вот человейниками. и мы живем в одном из таких зданий. В принципе, у нас не так густо населенное здание, очень большой хороший двор, вот эти, кстати, дома я вообще ничего ни разу не видела, очень красивые, и, видимо, недавно они здесь отстроились, но да, вот еще даже инфраструктура у них не закончена, и наверняка они еще не сданы, но очень красиво выглядят вот эти вот окошечки квадратные, мне очень нравится, я не люблю, когда очень плотно стоят дома, окна в окна, это, конечно, напрягает, у меня хотя бы с одной стороны есть простор посмотреть на город, на Неву, на центр города, а с другой стороны, да, окна выходят во двор, и в нашем доме живет 6000 человек в одном огромном большом жилищном комплексе, вот это вот напоминает вообще сталинский дом или московскую высотку, очень красивое сделали здание, современное, буквально, я не знаю, там, 2010-х годов постройкам, тут все еще не оформлена инфраструктура, все еще не сделано, ни парка нет, ничего, только дома настроили, и вот каких-то комплексов, кстати, нам обещали в этом и в следующем году застроить вот эту вот часть Дальневосточного проспекта, сделать какие-то спортивные площадки, парковую зону, посмотрим, как все это сложится, вот это вот новейший жилищный комплекс, который был построен тоже недавно, там, в 2016-м, 2018-м, 2019-м году, не знаю, сдан он или не сдан еще, но вот его я уже вижу из своего окна, и вот эти высотки на верхних этажах, скорее всего, тоже открываются красивые виды на центр Санкт-Петербурга, дальше опять же таки идет промзона, которую, скорее всего, будут застраивать, где-то здесь нам сделают метро Дальневосточный проспект, и в принципе мы уже приехали к моему дому, тут есть у нас бензаправки, такие вот с подсолнухами Роснефть, дальше идет несколько зданий тоже жилищного комплекса, тоже современного, у 2020-х готов постройка, не знаю, может, 18-й, 19-й, и уже здесь же моя остановка, и я выхожу и иду домой. Ну вот и закончилась моя поездка, я вернулась домой, наш район такой более молодой, видите, много новостроек, и в одной из них мы живем с мамой. и я что это не